Анапчанка Яна Алексеева вместе с кондитерами из 30 регионов страны испекла самый большой торт в виде российского триколора. Этот масштабный десерт поражает своими размерами. Длина торта составила 6 метров, ширина – 4 метра. Общий вес кулинарного шедевра превысил полторы тонны. Было 300 участников, 300 анкет подали заявки, в том числе я. И всего попали 30 кондитеров. То есть я попала в число счастливчиков. И потом, когда была презентация торта 8 июля, в день закрытия выставки ВДНХ «Россия», что очень откликается с флагом российские объединения народов нашей страны. И вот когда люди собрались, журналисты приехали, нам постелили красную дорожку, мы по ней прошлись. И когда Владислав Копылов, генеральный директор Книги рекордов России, начался замерять и называть цифры, и потом, когда он сказал, что рекорд зафиксирован просто, мы с девочками, у нас мурашки по коже побежали, слёзы, счастье. То есть победа. Вот когда ты долго над чем-то трудишься, и когда получается всё, вот это невероятное счастье. Восторг, эмоции такие, мне кажется, самые сильные, которые в жизни переживала, если не считая рождение ребёнка. Это было круто. В честь Дня семьи любви и верности Яна вместе с коллегами также представила жюри уникальный торт в виде ромашек. Этот шедевр кондитерского мастерства достиг высоты более двух метров, что позволило ему занять достойное место в книгах рекордов России и мира, как самый высокий антигравитационный торт. Я получила колоссальный опыт в организации таких мероприятий, вообще в масштабных проектах. То есть в этом участии я поняла, что сама хочу сейчас развивать эту сферу в Анапе, в Краснодарском крае, делать такие большие проекты, масштабные шоу-торты делать. И было очень интересно в этом всём поучаствовать, и я не хотела, чтобы это заканчивалось. На ВДНХ достижения Яны не закончились. Новым ярким опытом для девушки стала работа над настоящим царь-тортом. В начале ноября на премьере новогоднего ледового шоу «Щелкунчик» Яны Рудковской, Анапчанка и ещё девять кондитеров со всей страны презентовали сказочный торт высотой 3 метра и весом 225 килограммов. Этот сладкий замок стал удивительным подарком фигуристу Евгению Плющенко ко дню рождения и заставил рукоплескать 11 тысяч зрителей. После шоу «Щелкунчик» нас Яна Рудковская объявила, что мы сейчас выносим торт. Сказала очень много приятных слов, что это единственный торт в мире, потому что он олицетворяет Россию, Российскую империю. Мы вдохновлялись именно Кремлем, собором, который находится на Красной площади. То есть вот эти все моменты архитектуры. И вот вынесли его в конце шоу, то есть это было завершение шоу. Выносили его по скользкому льду на столе, в большом огромном столе с колесиками. Выкатывали его на середину льда. И зрители все, 11 тысяч человек, все аплодировали. Это было вообще круто. Торты на заказ девушка печет более трех лет. В профессию кондитера с головой окунулась во время второго декрета. Тогда она даже не могла предположить, как изменится ее жизнь благодаря любимому хобби. Сейчас у звездного кондитера из Анапы большие планы на будущее. Недавно Яна подала документы на соцконтракт. И государство одобрило выплату девушке для открытия собственного кондитерского цеха. Также Яна планирует делиться своим опытом с другими, проводить обучение и различные мастер-классы. Для детей, для начинающих кондитеров, чтобы девчонки тоже сами, будучи в декрете, были самодостаточными, могли что-то себе купить. Кто в материально сложном положении. То есть они из дома, сидя с детками, понимали, что это реально, что это возможно. Потому что я сама, будучи беременна, уже делала торты на заказ. Когда ребенок родился, уже начала дальше, дальше и дальше развиваться. То есть это все реально, это все возможно. И я хочу поделиться своим опытом и настроением, что все можно. Наша телерадиокомпания желает Яне огромных успехов, новых творческих идей и, конечно же, благодарных клиентов. Было очень вкусно. Вера Грушко, Дмитрий Гладушевский, Анапа. Регион.